А можно было бы попробовать перевести мяч на другой край. И теперь уже вот-вот момент у Сильянова. 1-1. Исправился Александр за ошибку, допущенную у своих ворот. Блестяще подключившись в чужую штрафную площадь. И теперь счет сравнивается. Молодец. Саша всего лишь 10 минут понадобилось. Соперник, прощу прощения. Передача все в касание. Вот это красиво. Титков забивать нужно. Ну-ка, пятка или аккуратненько укладывает все-таки Антон Миранчук. Хорошо, что я его с касимом перепутал. Потому что если бы был Миранчук на фланге, может быть так все шедеврально не закончилось. Ну и вот, пожалуйста, любимца среди этих молодых футболистов как раз поболеть за то, что этот парень прорвался в основу. Самое то, что нужно. Миранчук может дубль делать и делает это Антон Миранчук. Вот это то, о чем я как раз говорил. Локомотив еще эту встречу отправился уже на правах полноценного контракта в Нижний Новгород. Вот сейчас опасная атака Локомотива. Удар Миранчука и счет открыт. Пока рассказываем про Тимура Сулейманова, есть гол от Локомотива и есть те, кто забивает на этом споре. Миранчук открывается в центре, а пас идет на команду и нужно забивать, конечно, 2-0. Локомотив уверенно пока расправляется с Олимпией и увеличивает преимущество в счете. Миранчук без нарушения правил можно продолжать и идет вперед Куликов. Опять слева совершенно один Камано убирает. И пяткой как все красиво Куликов забивать. Да, есть 3-1. Лисакович отличился, тоже его первый мяч на сборах. Ни в первом матче, ни во втором. Но будем надеяться, что скоро мы его увидим. А тут Камано, браво! Просто браво! Хвалил-хвалил я Бакье. Франсуа Камано делает дубль и никаких вопросов здесь к нему быть не может. Вопросы есть у вратаря Олимпии. Совсем молодой футболист. 18 лет. Вот момент сейчас и нужно забивать. Да, просто разорвал здесь. Просто разорвал. Андрей Никитин соперника переступами заставил того окончательно капитулировать. И 5-1 Олимпия совсем. Белакович получает мяч на левом фланге. Нет положения вне игры. Прострелы 6-1. Ну вот, не гол, так голевая передача. У Белаковича теперь есть. И промеж деделом дубль у Андрея Никитина.